Серый Волк Серый Волк Волк — это охотник, быстрый как ветер. Серый Волк — самый сильный хищник, настоящий король степей. Серый Волк Именно Волк стал главным символом непобедимого воина Чингисхана. Волки моногамны и создают одну семью на всю жизнь. Серый Волк Сегодня монгольский волк находится в опасности. Местные кочевники безжалостно уничтожают это благородное животное. Как же долго еще продлится смертельное противостояние между местными скотоводами и волками? Солнце 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 Жизнь животных и людей с утра до вечера подчинена одному и тому же неспешному ритму. Главной целью для любого кочевника является увеличение поголовья скота. Современный кочевник не расстается с биноклем. Он постоянно всматривается в окрестности, выглядывая возможную угрозу. Он отлично знает, что за холмами притаился грозный хищник, чья любимая добыча — овцы. Солнце Не сводя глаз сатары, волк терпеливо ждет подходящего момента для атаки. Солнце 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 Чексид сильно пострадал этим утром Оказывается, вчера ночью волки полакомились не только овцой Они убили и его лошадь Посовещавшись, кочевники решают отправиться на охоту за волком Чесхид мудрый и опытный охотник Эти останки охотники используют как приманку для волка К охоте тщательно готовится Прежде всего, надо соорудить укрытие Зрение волка развито намного слабее его феноменального обоняния Охотникам повезло, сегодня нет ветра Волку сложнее будет учуять запах человека Все готово Теперь остается лишь ждать Становится все холоднее и холоднее К разочарованию охотников волк и не думает появляться Может быть, он их видит? Неужели мудрый Чесхид ошибся и волк так и не придет сегодня? А день уже начинает клониться к вечеру Вдруг в кустах появляется чья-то тень Это волк Обнаружив пищу, волк начинает заметно нервничать Но словно чувствуя что-то неладное Он не спешит приступать к еде Но голод берет свое Пуля попала в цель Волк был серьезно ранен в бок и быстро умер Перед человеком с ружьем волк бессилен Так погиб еще один монгольский волк Постоянная угроза, исходящая от человека Гонит волков прочь с территории их обитания Они уходят все дальше и дальше Туда, где человек не сможет им помешать А вот птицы чувствуют себя в манганморит в полной безопасности В этих местах водятся самые маленькие в мире журавль Журавль Красавка Сейчас у этих удивительно красивых птиц сезон размножения Самка только что отложила яйца Самец и самка будут по очереди высиживать потомство Нелегкое занятие сидеть подолгу без движения на одном и том же месте Гнездо журавлиная пара устраивает прямо на земле Это небольшое укрытие, обложенное ветками, камнями и овечьим пометом Пришла очередь самки высиживать яйца И в то же мгновение в степи появляется волк Он подбегает почти вплотную Но почему-то самка не торопится улетать Все дело в том, что ее материнский инстинкт просто не позволяет ей оставить кладку Она старается не отдаляться от своего гнезда И в то же время отвлекает внимание хищника от яиц Волк пытается охотиться на самую разную добычу Он словно проверяет, кого реально поймать, а на кого даже не стоит тратить время На самом деле волк не самый удачливый охотник Большинство его атак заканчиваются ничем Тем более, что здесь у жертвы есть явное преимущество — крылья И вот очередная охота заканчивается позорной неудачей Вся жизнь скотоводов-кочевников проходит в постоянных переездах С приходом лета они снимаются с места в поисках более плодородных земель Подобный стиль жизни не предполагает наличие большого хозяйства Лошади путешествуют вместе с людьми Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В начале лета в монгольских степях вовсю бурлит жизнь Свежая зелень, много воды Для скотоводов и их животных это время изобилия и относительного покоя Все вокруг залито ярким солнечным светом Спасаясь от зноя, волк прячется в лесу Волк ночной хищник, поэтому обычно большую часть дня он отдыхает под деревьями или в высокой траве Небольшое логово, спрятанное среди поваленных стволов, отличное место для отдыха Что может быть лучше, чем укрыться здесь в жаркий летний полдень? Но густое тепло, исходящее от земли, мешает волку заснуть Разрывая почву, волк таким образом охлаждает ее Но и на этот раз волк не может успокоиться Ему докучают насекомые Слепни питаются кровью животных Они чрезвычайно назойливы, а их укусы болезненные Что же придумает волк, чтобы избавиться от их докучливого соседства? Ведь он прирожденный охотник Эта охота проходит удачно Опускаются теплые летние сумерки Жара спадает, а трава окрашивается в золотистый цвет Молодые волчата беззаботно резвятся Еще одно лето подошло к концу Пастбища кажутся идиллическим местом Но человеку непросто здесь выжить Трава радует глаз лишь до середины августа А в начале сентября уже выпадает снег Конец лета – нелегкое время для кочевников Пора переезжать на зимнюю стоянку Женщины штопают одежду, которая быстро изнашивается Из-за сурового климата и постоянных переездов Здесь всегда дует сильный ветер Поэтому юрты обычно ставят у подножия гор или холмов Круговое отверстие на вершине купола Создает тягу и позволяет разгораться огню Это единственный источник света в юрте Юрта создавалась таким образом Чтобы собрать и разобрать ее можно было легко и быстро Установка юрты занимает не более двух часов В жизни монгольских кочевников Очаг играет огромную роль Здесь почитают духа огня Который не только поддерживает тепло Но приносит мир и покой в семью Горячий зеленый чай с молоком и маслом Традиционный напиток бурятов Волчица кажется чем-то озабочена Оказывается, старый охотник Чесхит Установил юрту слишком близко от ее логова Спустя несколько дней логово опустело Волчица увела своих детенышей в более безопасное место Самое главное получше спрятать свое потомство от человека Но происходит кое-что непредвиденное Во время выпаса овец Внук Чесхида обнаружил волчье логово И теперь спешит сообщить об этом открытии деду Как ты думаешь? Волчата там есть? Есть А самого волка ты видел? Видел Надо поймать их Это будет для них легкая охота Ведь волчата еще пока совсем маленькие и беззащитные Приблизившись к логову, охотники спешиваются Обнаружат ли они в логове волчат? Кажется, я ее вижу Это волчица, но детенышей рядом с ней нет Она оставила их в логове Убить волчицу не главная цель охотников Больше всего они хотят выманить волчат из логова Я их вижу Они там Внутри Внук Чесхида вынимает малышей из пещеры Какие они уже большие А вот это мальчик Точно Внук Чесхида никак не может вытащить последнего волчонка из логова Этот малыш оказался не таким покорным Ну что так долго? Хватай его за шкирку Волчонок укусил внука Поэтому ему на помощь приходит отец Эти малыши обречены Волка можно убить, но нельзя приручить А животные, которых невозможно приручить, не интересуют скотоводов А пробую найти покупателя Не получится, что ж, тогда им не жить Напуганная выстрелами волчица так и не вернулась Осенью у кочевников появляется еще одно важное занятие Они должны успеть заготовить достаточно сена на зиму Все члены семьи косят траву от заката до рассвета Когда заканчивается сенокоз Подходит к концу и недолгая осень В Манганмарит вновь наступает зима И вновь суровый ветер испытывает людей на прочность Зимой кочевники получают воду, выкапывая куски льда из-под толстого слоя снега Искусство выживания в этом суровом краю передается из поколения в поколение Вечные соперники человека, волки, тоже учатся выживать Одинокий волк приближается к юрте Опытный волк всегда знает, когда лучше всего охотится на домашний скот Но такая охота – нелегкое испытание для волка Ведь он рискует своей жизнью Без труда проникнув в загон для скота, волк выбирает себе самую беззащитную жертву Укус волка во много раз сильнее, чем собачий Всего один укус может стать смертельным Волк старается съесть как можно больше за один раз Ведь он никогда не знает, когда ему опять повезет Это чучело вряд ли может напугать такого хищника На следующее утро к юрте Чесхида съезжаются его соседи Старый кочевник решил объявить волку войну Спускайтесь с холма, прочесывайте каждый метр, ищите следы Когда окажетесь в лесу, стреляйте Выслушав советы Чесхида, охотники трогаются в путь Зима – лучшее время охоты на волка Волка легко вычислить по его следам на свежем снегу Через какое-то время охотники находят еще одну подсказку Свежий волчий помет Значит, волк где-то совсем близко Это традиционная бурятская охота на волка Остальные охотники будут гнать зверя прямо на стрелка Один из охотников дает сигнал остальным Он увидел волка Зверя начинают загонять в ловушку Растерявшийся волк не знает, куда бежать Теперь ему не спастись Пуля попадает В цель Этот мощный и красивый волк погиб почти мгновенно В этих суровых краях много обитателей Человек и волк всего лишь одни из многих Но их взаимная ненависть не знает границ Охотники возвращаются домой с трофеем Кочевники с самого детства испытывают ненависть к волкам Которые на протяжении многих веков уничтожают их скот Этот грозный хищник беспомощен перед человеком с лужьем Волк самый сильный зверь в этих краях Но против человека он бессилен Скот обеспечивает кочевников всем необходимым для жизни И является для них самой главной ценностью Поэтому кочевники готовы защищать домашний скот от волков любой ценой И люди не собираются делиться своим сокровищем с голодными волками Сегодня существование монгольского волка находится под угрозой Зима – суровое время для волка Волк-самец был ранен Теперь он хромает Человек и волк будут продолжать жить бок о бок Но чем это соседство закончится для волка Никто не знает Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Фильм переведен и озвучен компанией Первый ТВЧ 2010 год